Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет автомобиль, цена которого многих по нашей стране может возмутить. Все почему? Вот, например, в этих окрестностях по цене этого автомобиля можно купить себе земельный участок и построить на нем дом. Как вы знаете, я снимаю на разные темы про недвижимость в том числе и сам лично посматриваю YouTube. И в последнее время залипаю на канале Goodwood. Где его автор Александр? Всем привет! С вами Александр Дубовенко. Уже довольно-таки известный человек по нашей стране в сфере строительства рассказывает, как строить дома, из чего строить дома, какие материалы выбирать. И при этом дает дельные советы, как при строительстве домов не попасть на деньги. И это действительно полезные советы от человека с большим опытом, который через все это прошел сам. Вы все прекрасно понимаете, что строительство тема серьезная, возникает куча вопросов. Автор канала Александр регулярно снимает сюжеты, где отвечает на вопросы зрителей. Поэтому просматривайте их, возможно там вы услышите ответ на ваш вопрос. В общем, если вы задумываетесь о строительстве загородного дома или дачи, вас интересуют современные технологии и тенденции в строительстве, или вы просто ищите полезный канал для того, чтобы коротать время с пользой, я вам все нашел. Канал Goodwood, где автор Александр все это показывает. Также есть интервью с интересными людьми, они перемещаются по разным интересным локациям. В общем, друзья, время будете коротать с удовольствием и с пользой. Все переходите по ссылке в описании. Я очень рад, что канал Goodwood в этом ролике выступает спонсором. Поэтому, друзья, очень прошу, перейдите, подпишитесь и поддержите видеоролики Александра лайками. Ну, а мы с вами переходим к Audi. Я вам предлагаю построить сегодняшний наш ролик в форме диалога. Давайте я вам выскажу свое мнение, расскажу про автомобиль, расскажу про известные его слабые места, сколько он стоит, какие на него скидки, сколько он стоит по содержанию, по ликвидности. В общем, сделан у него хороший детальный обзор, после чего вы переходите в комментарии и высказываете развернуто и корректно ваше мнение. Таким образом, мы поймем, как же люди относятся к текущей Audi Q5. Первое поколение Audi Q5 было представлено миру в 2008 году. Далее был рестайлинг. В нашем случае это второе поколение, которое выпускается с 2016 года и производится все автомобили в Мексике. Что мы получаем? У нас идет полноприводный кроссовер с легендарной системой полного привода Quattro, но здесь стоит Quattro Ultra. Что это такое? Я вам кратенько скажу чуть позже. Развернутый ответ я оставлю по ссылочке в описании. Ранее мы снимали Audi A6, там я рассказал про историю полного привода, как он работает. В общем, все переходите, смотрите. Сегодня я про него скажу, но кратко. Клиренс у автомобиля 200 миллиметров, что, в принципе, для города, для легкого бездорожья более чем достаточно. Вот, пожалуйста, мы катаемся по полям, выезжали на проселочную дорогу. С головой хватает. У нас идет диодное освещение с расширенным пакетом Advanced. У нас внутри по салону идет диодное освещение. Комплектация автомобиля, можно сказать, стандартная. Плюс идет ряд набора опций. Например, у нас идет внешний S-Line. Сидения идут в сочетании с Alcantara, что, с одной стороны, очень даже достойно именно для зимы. Но здесь все на вкус и цвет. Одним кожу подавай, другим, и этого будет достаточно. Приборная панель. Вот, честное слово, несмотря на то, что здесь всего много, вот, когда ты смотришь, два-три дня вы поездите, ко всему привыкаешь. При этом, если деньги есть, можно, конечно же, заказать более продвинутую приборку. Там будет навигация. Точно такая же, как на Audi A6 новый. Далее. У нас идет руль круглый, потому что он идет с подогревом. Есть руль скошенные, будут поинтереснее смотреться. Но, тем не менее, здесь у нас есть подогрев. У нас идет лобовое стекло с подогревом. Это тоже, естественно, доп. опция. Мультимедиа. Обычно здесь выезжает экранчик, но почему-то дилер поставил в тестовую машину китайский какой-то дисплей, который, с одной стороны, когда на него смотришь, думаешь, блин, ну, выглядит как-то он убого. При этом прорисовка вся действительно сделана достойно, потому что она сделана, ну, под Audi. С точки зрения пикселизации он никак не боит. В принципе, выглядит все очень даже симпатично. Камеру заднего вида включаете. Ну, действительно, обзорность хорошая. То есть, картинка никак не сыпется. Раздельный климат-контроль, вставки под серый дуб. Это все, друзья, естественно, доп. опции. У нас есть зона для зарядки телефона, кладешь, доп. опция. Бесключевой доступ. В общем, машина у нас, в принципе, слегка нафарширована. У нас есть камера заднего вида. Но чего-то прямо здесь вау такого, чем бы я мог удивить даже владельцев, там, корейцев, китайцев, японцев, здесь абсолютно нет. За исключением технологий полного привода, моторов. Ну, собственно, с этим вы все знакомы. Розенечная цена такого автомобиля перешагивает за отметку в 4 миллиона рублей. Тем не менее, купить подобный автомобиль в похожей комплектации можно на сегодняшний день до 3 миллионов рублей. Что же мы получим с вами за эти деньги? Ну, смотрите, под капотом у нас будет скрываться только один мотор. Это двухлитровый мотор на 249 сил. Ранее он был чуть больше 250. Для нашей страны специально все поджали. Выдает он 370 крутящего момента. Работает он в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач с двойным мокрым сцеплением. Это важно. На предыдущей версии встречались еще и дизельные моторы. Но на сегодняшний день для нашей страны представлен только один мотор. Ну и как вы уже догадались по оклейке автомобиля, на тест-драйв него предоставил официальный дилер Audi Avalon на автозаводской. За что им огромное спасибо. Дилер не ставит передо мной никаких задач, не просит что-то похвалить. Я высказываю в этом ролике исключительно свое мнение. Делаю обзор объективно. Не забывайте о том, что комментарии открыты. Вы всегда можете высказать ваше мнение, похвалить или поругать автомобиль. А на данный момент 13 января, понедельник, я только приехал забирать автомобиль. Делюсь с вами первыми впечатлениями. Дверь на самом деле очень тяжелая. Это первое, что бросается в глаза. Знаете, бывает такой миф входит, что официальные дилеры на автомобилях, тестовых специально дополнительно делают шумоизоляцию, чтобы когда клиент проехался, ему показалось то, что вау, какая комфортная тачка. Ну, давайте присаживаться. В автомобиле я уже настроил под себя руль, зеркала, сидение. Присаживаясь в нее, на самом деле, какого-то вау-эффекта она не вызывает. Ну, не так, как это было, например, с той же самой новой Audi A6. Там садишься, действительно, что-то интересненькое увидеть можно здесь же. Но не забывайте о том, что автомобиль, во-первых, с 2016 года производится. Первые минуты мои за рулем. Но к габаритным автомобилям привыкаешь, прямо, можно сказать, быстро. Я сел за автомобиль, и я его уже чувствую, потому что размеры небольшие. Он действительно собранный автомобиль. Садишься по зеркалам, обзорность хорошая, камера действительно достойная. Достойная садишься, все видно. В этом плане большой плюс. Когда вы покупаете автомобиль, важно же, правильно, нигде его не притереть. Он небольшой, как это, например, может быть с Audi Q7. И он не маленький, как это может быть с Audi Q3. То есть, действительно, такой хороший размер для города. Ну и самое главное, с чего нужно начать. Когда вы берете автомобиль на тест, вы приходите, думаете, покупать, не покупать, сперва нужно понять, вообще, едет машина или нет. Дать ей, так сказать, под жопу. А здесь это более чем достойно. Ну а для того, чтобы понять, как ведет себя автомобиль на скорости после 100 км в час, мы, естественно, отправились на трассу. Динамика до первой сотни, как я и сказал, в принципе, более чем достойна. А вот когда вы разгоняетесь после 100, здесь я уже немножко и удивился, и расстроился в том числе. Когда я готовился к обзору, я читал отзывы владельцев, общался с владельцами. И многие мне говорили, ты обрати внимание на комплектацию с точки зрения шумоизоляции. Здесь, как доп. опцию, можно заказать двойные стекла. У нас же стоят обычные стекла. И настава нету, когда вы разгоняетесь более 120-130 км, вот сейчас прям отчетливо слышен шум ветра. Особенно он идет от зеркал. Когда ты едешь свыше 140, там 150 по трассе, подчеркиваю, шум в машине стоит, и прямо такое ощущение, как будто где-то слегка приоткрыто окошко. Также после 100 км почувствовала сразу работа подвески. Потому что, когда мы едем, проезжаем различные мосты, стыки, неровности, вот здесь она отрабатывает, и я вам скажу так, по городу проезжал различные неровности, лежачие полицейские, ну, больше можно было сказать, что комфортная подвеска, то есть в городе, подчеркну. Но когда ты выезжаешь на трассу, и больше 120-130 ты проезжаешь, чувствуется прям действительно то, что машина собранная. Я вам хочу продемонстрировать разгон после 100 км. Вот мы едем соточку, газ в пол. Слышно то, что двигатель поднапрягся, но прям такого рева сильного в автомобиле вы не ощущаете. Не сказать, что прям вау, но в тот же момент, в принципе, для двухлитрового паркетника, ну, с одной стороны, этого будет достаточно, с другой стороны, часто говорят, ну, для уверенного обгона на трассе, вышел на обгон, нужно это совершить быстро. Друзья, дороги, когда вы выходите на обгон навстречку, по нашей стороне становится таких участков все меньше и меньше. В частности, например, мы едем по М4, три полосы в одну сторону, три в другую, но местами две полосы. Поэтому передвигаться на этом автомобиле, когда вы его почувствуете, когда вы привыкнете к оборотам, к тяге, я думаю, у вас вопрос возникать не будет. Но в тот же момент, вы сами прекрасно знаете, что когда к автомобилю привыкаешь, всех вот этих лошадей, всей вот этой мощности становится мало. Здесь на помощь придет одно. Чиповка, доработка, переделка. Но это уже по вашему желанию. Поймите правильно, не пытаясь себя нахвалить автомобиль. Вот я на нем еду, вроде бы и нравится по характеристикам ездовым, с другой стороны, я сижу, ну как-то, знаешь, словно, как говорится, не в своей тарелке. Я сел, все настроил под себя, но такое ощущение, ну не моя эта машина. При этом, как она едет, по своим техническим характеристикам, действительно интересный автомобиль. Как ведет себя автомобиль на дороге, в городе и за городом, вы все прекрасно поняли. Товарищ Джон доволен. Касаемо надежности мотора. По этому мотору, покажется, каких-либо нареканий найти очень сложно. На предыдущих поколениях, если вы посмотрите, например, вторичку, то там была одна известная проблема, связанная с цепью. За ней нужно обязательно следить. Соответственно, все те, кто этот момент упускает, могут легко попасть на деньги. Поэтому, если вдруг вы будете покупать автомобиль, первым вопросом задавайте, следили за цепью, меняли ли цепь. Она может растянуться, соответственно, это может в один прекрасный день привести к тому, что вы услышите цоканье. Ну, а те, кто его не услышал, потом узнают о том, что просто машина встает, влетает в чек-энжин, вас везут на эвакуаторе в автосервис, и там вам приносят бумажку, на которой написан счет. А сумма счета по ремонту, она может быть разной. 50-60 тысяч, больше все зависит от степени поломки. Конкретно на этом моторе цепь доработали, она стала толще, соответственно, ресурс ее увеличен, но в любом случае, за этим тоже нужно следить, но это уже будет больше после 120 тысяч пробега. В целом, пожалуйста, например, отзывы, я специально общался со многими владельцами, у кого-то на дорестайлинговых версиях, на первом поколении, это бывало. У меня есть машина первого поколения у друга, которая мне говорит, ну, на 10 тысяч км я подливаю 200 грамм масла, при этом он действительно активно гоняет на машине. И также можно найти отзывы, которые рассказывают вам о том, что жрет там по литру на 5 тысяч км, что, собственно, очень много. Здесь все зависит от эксплуатации, от того, как к автомобилю относились. Очень стандартный, частный вопрос, ну, вот если покупать, например, немцы, как же нужно обслуживать его, вот знаете, все пытаются найти ответ, что что-то вот надо в какой-то момент подлить, поменять, заменить, тогда проблем не будет. Поверьте мне на слово, я уже накатался по сервисам, по разным сервисам, по BMW, общался со многими владельцами, никто никакой конкретики вам никогда не даст. Покупая машину, вы покупаете, по сути, лотерею. Может быть такое, что вы нарветесь на версию, которая у вас будет постоянно сыпаться, но это будет больше единичный случай, нежели чем это какая-то стабильность. Такого, что какое-то таинство есть, нет ничего, меняйте регулярно масло, заливайте хорошее топливо, кстати о топливе. Касаемо топлива, здесь вопрос, как обычно, спорный, потому что на форумах и сам производитель с одной стороны пишет, что можно заправлять и лучше заправлять автомобиль высокооктановым топливом, 98-м, либо 100-м, при этом, сам дилер мне говорит, лей просто 95-й, в нем меньше всего присадок, это будет лучше. Всем тем, кому со временем станет мало тяги, мало мощности, а это так и будет, потому что к любой мощности абсолютно люди привыкают, можно заменить, например, турбину, сделать чип-тюнинг, он у вас будет выдавать порядка 306 сил, таким образом, автомобиль у вас будет выезжать там, ну, в 5, 5,5, возможно, быстрее, кто чиповал, кто тюнинговал, напишите, какие результаты будут в реале. Сама компания позиционирует автомобиль как городской паркетник, и это действительно так, с этим невозможно спорить, я думаю, вряд ли кто-то будет покупать автомобиль для того, чтобы куда-то ездить, там, я не знаю, на бездорожье, полный привод здесь нужен исключительно для того, чтобы вы могли уверенно сорваться с места, вы могли зимой выехать из заснеженного двора, на большой скорости вы чувствовали себя на автомобиле комфортнее, безопаснее, в общем, перечислять все плюсы полного привода нет никакого смысла. Ну, и какие же первые эмоции от управления автомобилем, друзья, ну, какие тут первые эмоции могут быть? В первую очередь, смотрите, давайте для объективности, внешний вид, это все на любителя, люди все делятся на фанатов Ауди, Мерседесов, БМВ, японцев, корейцев, кто-то там и китайцы выбирает, то есть, здесь все по вашему бюджету, раз. По интерьеру автомобиля то же самое, кто-то присаживается, говорит, ну, не знаю, не так, не эдак, панель не такая, ручка не такая, на мой взгляд, в принципе, все здесь находится на своем месте. Высокий автомобиль, подвеска сбалансирована, то есть, в плане управляемости, в плане комфорта передвижения в городе и на трассе, здесь, ну, действительно достойная оценка. По габаритам спускаемся на парковку, проезжают через различные узкие дворы, парковался уже на различных местах. На самом деле, такое ощущение, как вот всю жизнь эта машина была моя. Вот он не чувствует габариты. Видите? Опа! А я чувствую. Давайте с вами поговорим о ценах, ведь все, в первую очередь, всегда упирается в деньги. В 2019 году вот подобную версию, только чуть попроще по комплектации, там не было музыки Бэнк энд Олсен, там не было подогрева лобового стекла, но по мотору, по технической части все было то же самое. Я покупал автомобили за наличный расчет по цене 2,5 миллиона рублей ровно. Человек приезжал, было 6 машин, ну, действительно, 2,5 за наличку, без кредитов, без трейдинов, без каких-либо подводных камней машины были 19-го года. Ни фейковые никакие, друзья, просто отмечаю как факт. Покупал автомобиль другу за 2 миллиона 650 тысяч рублей, ну и в целом средняя цена на автомобиле была 2 миллиона 750, 2 миллиона 900 тысяч рублей, как повезет. Что будет по содержанию? Смотрите, транспорт и налог 18 тысяч 500 рублей раз. Далее, очень часто людей волнует вопрос технического обслуживания. Я специально пообщался с официальным дилером, в среднем обслуживание на автомобиле стоит, ну, 20 тысяч рублей. Понятное дело, что оно может быть дороже, так, например, тормозные диски, понятное дело, Дело, что на них можно проехать 60 тысяч км и ничего ни разу не менять в плоти колодки, если ездить аккуратно. А можно убить их и за 20 тысяч км, если вы гонщик. Приехав к официальному дилеру на обслуживание, вам 20 тысяч с вас попросят за ТО и 30-ку попросят за замену тормозных дисок с колодками. Таким образом, уже 50. Но вы должны прекрасно понимать, что, например, тормозные диски вы можете купить и на стороне, тем самым сэкономив 10 тысяч рублей. К чему я хочу подвести, что здесь не будет никаких космических цен. И вот на самом деле многие люди, кто смотрят на цены изначально автомобиля, они думают, блин, дорогая машина, так ее еще и содержать надо. Друзья, запросите у любого официального дилера список, что входит в ТО и сколько это стоит, и вы приятно удивитесь. Потому что если вы имеете там порядка 3 миллионов рублей на покупку автомобиля, содержать вы его, ну по крайней мере в период гарантии, точно сможете. Но в целом, здесь на самом деле все элементарно и просто, и как такового чего-то бояться по отзывам из интернета, ну уж точно не нужно. С одной стороны смотришь на автомобиль, ауди, немецкая машина, в любом случае пропаганда, бренд уже в голове сидит. Подъезжаешь ты на ауди или ты подъезжаешь на какого-нибудь черри тига. Никого не хочу обидеть, но сам факт того, что когда ты смотришь на этот автомобиль, какой-то дерзости в нем нет. Ну знаете, вот я как молодой человек смотрю на автомобиль и иной раз хочется видеть какой-то агрессивный внешний вид. При этом это можно сделать, если заказать дополнительные пакеты стайлинга. Так, например, собрать автомобиль в сочетании черный с белым, поставить побольше колес. Это можно сделать, любой каприз, как говорится, за ваш счет. Но с другой стороны, не для этого он сделан. Это автомобиль для тех, кто уже становится семейный, кто уже стал повзрослее, кому нужен автомобиль повыше, покомфортней, с более хорошей обзорностью. Присаживаясь с него, ну действительно, ты вот как от автомобиля получаешь только положительные эмоции. Поэтому машина такая сбалансированная. Конечно же, к ней можно придраться и кто-то скажет, фу, да чего нет такого. И этого человека абсолютно можно понять. Он выберет, например, там BMW X3 в М-пакете. Вполне достойный автомобиль по внешнему виду, по техническим характеристикам. В вечернее время находиться в автомобиле довольно-таки приятно, потому что идет приятная подсветка контурная и приятная подсветка приборной панели. И опять же, давайте не будем нахваливать, здесь все довольно-таки просто и знакомо. На подобные автомобили пересаживаются люди, бывает, из седанов, естественно. Одним из главных вопросов комфорт посадки. Вот передние двери, я отмечаю, да, что они действительно очень тяжелые. Присаживаться в машину, ну в паркетник, друзья, ну здесь что рассказывать. Ты сел, классно, закрыл дверь. Передние двери реально очень тяжелые. Прямо такое ощущение, кого туда кирпичей подложили. Открываем заднюю дверь. Вот я присаживаюсь с собой, она значительно легче, это прямо ощущается. Но и в тот же момент вы не забывайте о том, что сама дверь-то по себе поменьше. Но присаживаясь назад, с одной стороны, вроде бы здесь комфортно. Но с другой стороны, например, спинку сиденья откинуть назад нельзя. На какое-то прямо длинное расстояние я бы лично офигел. Потому что хочется развалиться, а здесь то сделать нельзя. При этом, если вы человек семейный, поставить детское кресло, положить в багажник коляску, ну само собой разумеется, здесь какого-то дискомфорта не будет. Но, Audi это все дополнительные наборные опции. У нас есть электростеклоподъемник, но у нас нет подогрева задних сидений. Поэтому нужно доплатить, чтобы это все дело было. Музыка приятная в автомобиле Бенкен Толсон. Но здесь вот опять же, Audi и дополнительная опция, это вот так вот оно, вот между собой идет. Бак у нас идет на 70 литров, внешний вид автомобиля сзади. Знаете, вот я уже вам показал, да, как он выглядит ночью. С одной стороны, вроде бы да, с другой стороны, вроде бы нет. Я к тому, что вроде бы красиво, вроде бы энергично. Ну, тут уже лучше высказывайте ваше мнение, потому что на вкус и цвет товарищей нет. Багажник, объем у нас 550 литров, при этом, посмотрите, как высоко открывается крышка. Действительно подходишь, комфортно, все есть. Можно сложить сидение, таким образом объем багажника получится у вас 1550 литров. То есть что-то крупногабаритное перевозить также, в принципе, можно. Докаточка у нас идет. Здесь вас ничем не удивить, ничего какого-то сверхъестественного в багажнике вам не показать. Когда Audi сказала, что будет делать автомобили с Quattro Ultra, это, простыми словами, полный привод, который подключаемый. Многие фанаты Audi, естественно, начали кричать о том, зачем это нужно. Я недоволен, вот я езжу, у меня постоянный полный привод, я всем доволен. Но я вам расскажу такую ситуацию. Я общался с одним менеджером автосалона, который раньше работал в Audi, сейчас он ушел в Mercedes. Он мне рассказывает, когда я еще был сотрудником, я ездил на обучение. И нам там рассказывали, что оказывается, еще до того, как официально сказали, что Quattro Ultra поставляется в продажу, в прямую, то есть ты можешь прийти и купить автомобиль с Quattro Ultra. Уже были автомобили, на которых она была установлена, но их владельцы об этом не знали. Для чего это делали? Это делали для того, чтобы посмотреть, потестировать, как автомобиль с этой системой полного привода будет вести себя вживую. То есть катается какая-то машина по России, по Америке, ну по разным странам мира. И люди просто собирают про нее статистику, отсматривают, как она работает. Как говорится, без фанатизма, но посмотреть, как работает система полного привода, хочется. Я отключаю курсовую устойчивость, я включаю режим динамик. То есть, понимаешь, на этой тачке можно просто пахать в поле. Но это дурь, это просто зверь, потому что Quattro это есть Quattro, друзья, однозначно, уверенно. А если еще прогазовочку давать, вот-вот так вот. Кто здесь Джейсон Стэттем? Поймите правильно, я не пытаюсь там умничать, показывать, какой я дрифтер. Друзья, мы смотрим исключительно, как автомобиль себя ведет. Здесь, кстати, есть очень много режимов, есть режим оффроуд. Соответственно, на этой тачке с головой куда-то в дебри проехать, в принципе, можно. Уж к дому ты точно подъедешь. Но опять же, зимой раздать бочком, получить удовольствие, милое дело. И как вы уже поняли из теста, я получал от тачки удовольствие. Я гонял по трассе, я ездил вальяжно по городу, я ездил по полям. И вот в этот вечер я начал крутить пятачков. Думаю, блин, ну посмотреть, как она без курсовой устойчивости себя ведет. Я получал удовольствие. Запись составила 1 минуту 21 секунду. И после этого вылетает ошибка. Остановитесь, система полного привода перегрелась. Вот здесь я просто заглушил машину и заплакал. Важный момент, когда мы покупаем автомобиль, все мы с вами задумываемся о ликвидности. Кто-то больше, кто-то меньше, но в любом случае нас волнует. Ну отдал я за автомобиль деньги, за сколько я его продам через 3-5 лет. Друзья, что я вам скажу, что если купить этот автомобиль с хорошим торгом, то он будет гораздо ликвиднее, чем, например, Toyota Land Cruiser Prado или Land Cruiser 200. Легендарные автомобили, которые очень медленно теряют в цене. Вот смотрите, я вам открываю доску объявлений. И что мы там видим? Я выставляю выборку. Один владелец до 100 тысяч километров пробега от 2016 года, чтобы была объективность. И что мы видим? Автомобили с 2017 года, например, с пробегом 30, 40, 60 тысяч км, стоят 2 800, 2 900. Некоторые и вовсе пытаются продать годовалые автомобили по цене 3 150 000 рублей. Я специально полазил, почитал, что же это за комплектация. Я вам отвечу, это плюс-минус то же самое, что здесь. Соответственно, те, кто покупает автомобиль по розничной цене, либо с небольшой скидкой, напомню, Audi Q5 может стоить 3 800, 4 200 по рознице. Если вы покупаете его по таким ценам, ну, понятное дело, то, что вы потеряете там через год 2 миллиона рублей. Но если сторговаться и избить изначально этот миллион рублей и купить автомобиль за 2 800, то через 3 года вы его продадите за 2 500. Друзья, а для Audi потерять 300 000 за 3 года, ну, согласитесь, это очень мало. Я это не придумываю, вы можете все мои слова перепроверить, информация в открытом доступе. Вот таким получается у нас этот видеообзор, я надеюсь, он был вам полезен. Друзья, обязательно напишите в комментарии, если я о чем-то не сказал, чтобы в дальнейшем я учитывал эту информацию и делал ролики более информативными. Про все рассказали, покупать эту машину или не покупать, здесь выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всех вас приглашаю в комментарии, высказывайте ваше мнение. До новых встреч, всем пока-пока.